Доклад имеет по названию такой общий характер, и поэтому мы пройдемся по всем методам визуализации, которые существуют в интернационной радиологии. Что такое вообще интернационная радиология? Это медицинская специальность, которая принимает меня на инвазивные методы лечения и диагностики под контролем технологии лучевой визуализации. Но поскольку я и многие мои коллеги в зале являются интервенционными онкологами по профилю своей работы, и интернационная онкология – это часть интервенционной радиологии, в основном, может быть, иллюстрации будут касаться именно применения в аспекте лечения опухолей. Интернационная онкология – это направление интернационной радиологии, которое занимается малоинвазивным лечением диагностикой опухолей, а также всеми последствиями, которые они вызывают. Что касается задач, которые предъявляются технологиями лучевой визуализации в интернационной онкологии, это можно разделить на три основные. Это предоперационное планирование, визуализация инструментов и контроль во время проведения операции и оценка результатов лечения. Соответственно, в качестве предоперационного планирования используются все широко распространенные методы лучевой диагностики, как ультразвуковое исследование, так и методы послойного сканирования КТ, МРТ, ПЭТ. Во время операции мы используем также несколько технологий, именно подчеркиваю, что несколько. Это традиционная рентгеноскопия и рентгенография, когда речь идет о несосудистых мешательствах. Эти же методы рентгеновской визуализации обобщаются термином ангиография, когда мы выполняем сосудистые мешательства. Также мы используем ультразвук и некоторые методы послойного сканирования, в частности КТ, но и гораздо реже МРТ. И в качестве оценки результатов лечения используются в основном методы послойного сканирования КТ, МРТ и ПЭТ. Ну вот пример, как мы планируем операцию. На данной иллюстрации видите, что классическая картина ГЦР в правой доле печени. Мы не видим других узлов, имеются противопоказания к хирургическому лечению и вполне адекватное состояние выполнять химиоэмболизацию. А вот другая ситуация. Здесь имеется опухолевый тромб, который хорошо виден на реконструкциях. И опухолевый тромб, как вы знаете, это BCLC-C и химиоэмболизация в данном случае не показана. Также при компьютерной томографии можно определиться с вариантами сосудистой анатомии, найти источники паразитического кровоснабжения, выбрать форму катетера для катетеризации черевного ствола. Все это можно почерпнуть, уже глядя данные компьютерной томографии. Ну и магниторезонансная томография предоставляет практически такой же объем информации. Единственное, что в плане сосудистой реконструкции немножко хуже, чем компьютерная томография. Ну вот пример, как мы используем ПЭТ. Это ситуация, когда был локореагиональный процесс печени, но ПЭТ позволила выявить метастаз в бедренной кости. И химиоэмболизация, поскольку имеется экстропеченочное распространение, не выполнялась. Итак, перейдем к контролю во время операции. Ангиография. Чем она славна? Тем, что вся интервенционная радиология родилась из ангиографии. Это обязательная часть всех интервенционно-радиологических операций, сосудистых. Успех операции во многом зависит от того, как мы правильно применяем ангиографию. И есть такая необходимость соблюдать баланс между качеством изображения и количеством изображений. Что мы выявляем на ангиограммах? Прежде всего, объект лечения – это опухоли, где мы будем применять какие-то методы воздействия. Мы можем увидеть осложнения, которые потом можем и вылечить интервенционно-радиологическими методами. Безусловно, это визуализация сосудистой анатомии, что нам надо катетеризировать. И самое главное – документирование всех этапов операции. Ну вот пример, что нам позволяет увидеть ЭКТ. Она позволяет увидеть огромную опухоль в тазовой кости. Когда мы выполняем ангиограмму, это множество серий, выявляем источники кровоснабжения. Вот что позволяет выявить селективную ангиографию внутренней подвздошной артерии. Но при амболизации надо выполнять ангиографию каждого отдельного сосуда. Как вот в данном случае из бассейна внутренней подвздошной артерии, множество веток. Из бассейна наружной подвздошной артерии. И в результате получаем такую красивую картинку деваскулиризации. Пример ангиографии при осложнениях образовалась псевдоаневризма после билярдного дренирования, которую мы нашли и успешно вылечили имплантации отделяемых спиралей. Во время ангиографических исследований используется рентгеноскопия. Какие в ней достоинства? Ну, это позволяет нам работать в реальном времени. Она несет меньшую лучевую нагрузку в сравнении с выполнением снимков. Используются импульсные режимы. И есть функции, такие как 2D-road mapping и субтракционная флюороскопия, которые улучшают визуализацию. Но какие недостатки? Более низкая детализация, конечно. И при большинстве исследований ангиограмма она заменить не может. Мы используем скопию при контроле и манипуляции с инструментами. Любое продвижение катетеров, проводников контролируется с помощью ангиогеноскопии. Иногда это принимает вот такие причудленные формы, как катетеризация печеночной артерии через панкреатодональные аркады с помощью микрокатетера при окклюзии черевного ствола. Контроль во время эмболизации. Мы можем наблюдать, как происходит введение в данном случае микросфер при эмболизации гепатоцеллярного рака. Видите, можно прекрасно видеть, когда наступит стаз, как микросферы распроявляются в опухоли. Имплантация эмбляционных спиралей. Только под флюороскопическим контролем это выполняется, потому что надо четко видеть место, возможное смещение спирали, производить какую-то коррекцию и контролировать, полностью ли отделилась спираль. Ну и вот такие вот редкие ситуации, как удаление оторвавшегося катетера от венозного порта из легочной артерии с помощью специальной ловушки. Тоже только флюороскопический контроль. Вот приведу пример режима субболизационной рентгеноскопии. Видите, что в данном случае мы вводим микросферы в опухоль на шее. Если бы это не было этого режима, то очень трудно было бы уловить все моменты на фоне костных структур. Когда мы выполняем несосудистые мешательства, ангиографии, вот это все, что рассказал, назвать сложно. Это обычная рентгеноскопия и рентгенография. Когда мы это используем? Это билярное мешательство, дренирование, стентирование. Стентирование ЖКТ, пищевод, гастрододональное, колоректальное стентирование, а также трахеи бронхов. Ну и выполняется при гастостомии вертобропластики. Самая частая процедура, которую нам приходится выполнять, билярное дренирование. Здесь мы скопически как на этапе доступа к протокам работаем, так уже и при установке уже самого дренажного катетера. Имплантация пищеводного стенда также происходит при скопическом контроле. Здесь чрезвычайно важно смотреть вот эти смещения, уровень установки, степень раскрытия стенда, удаление системы доставки. Все под скопическим контролем. Вертобропластика. Ну здесь, правда, может использоваться и рентгенографический контроль, когда постепенно, продвигаясь в позвоночник, мы на каждом этапе контролируем продвижение иглы, не включая скопию. Но при скопии гораздо проще контролировать степень распределения цемента внутри позвонка. И здесь есть момент, когда можно в любой момент остановиться, видя полноту заполнения цементом костных структур. Ну и все несосудистые вмешательства, кроме скопического наблюдения, сопровождаются выполнением рентгенографии. Будь то баллонная дилатация, будь то билярное стентирование, будь то колоректальное стентирование, банальная нефростомия или трахеобронхиальное стентирование. А что теперь еще есть у ангиографического аппарата? У ангиографического аппарата есть вращательная ангиография, которая позволяет производить плоскодетектную компьютерную томографию. ПДКТ – это то, чему посвящена наша конференция. Но основа ПДКТ состоит в том, что с помощью конусно-лучевого рентгеновского луча получается в момент оборота трубки множество 2D-проекций, из которых реконструируется уже блок 3D-изображения, которые уже потом мы видим в виде вот этих, делятся уже на плоскостные изображения в различных проекциях. Современные возможности ПДКТ включают программы планирования интеракториальной терапии, функционных вмешательств, влияние изображений. Но я на этом останутся не буду, вся конференция будет посвящена этому. А когда вот этих всех опций, дополнительных нету, как мы ее используем? Ну, это наш собственный опыт. Ну, можно просто получать красивые картинки. До эмболизации, после эмболизации. Определять степень селективности при выполнении каких-то сложных эмболизаций. Вот демонстрация артерии Адамкевича, когда выполняем эмболизацию опухоли позвоночника. Все это красиво. Или как выполняется суперселективная эмболизация на почке, например. Демонстрация билярной анатомии. Но сейчас наиболее широко применяем при вертобропластике. Вот, обратите внимание, здесь гемангиома грудного позвонка. Много ли можно увидеть на рентгенографии? Как прямой, так и в боковой проекции. Да, вводится игла, все вроде правильно выполняется. Но если есть какие-то сомнения, как в данном случае, видим, что игла прошла не по дужке, а зашла в спинномозговой канал. Приходится иглу удалять, повторно выполнять введение иглы. И уже потом получаем результат введения цемента. При функционных вмешательствах, какие это в онкологии, это аблация, биопсия или дренирование, чаще всего используется сонография. Общедоступный метод, простой в использовании, в реальном времени, без ионизирующего облучения. Но есть и недостатки. Это затрудненная визуализация глубоких структур, зависимость хогенных характеристик от анатомии, индивидуальных особенностей опухоли пациента и ограниченные возможности мониторинга. Пункция выполняется двумя традиционными методами. Свободной рукой при поверхностных очагах и по направителю для глубоких очагов. Мониторинг во время термооблации. Вы знаете, мы видим такую гиперохагенную зону во время аблации, но, к несчастью, она не показывает истинных размеров зоны коагуляции. Для улучшения сонографической визуализации могут использоваться эхоконтрастные препараты, гидродиссекция, гидроперитония и фьюжн, слияние с изображениями других модальностей. Как происходит фьюжн? Это идет прямо на ультразвуковом аппарате, загружаются данные КТ-МРТ, подключаются электромагнитные сенсоры к датчику, рядом стоит установка, которая формирует это поле, и по анатомическим ориентирам, такие как ветвление крупных сосудов, выбираются точки, по которым происходит аппаратное слияние. И потом, просто вращая датчиком, изменяется картинка КТ-МРТ посрезовая. Это позволяет видеть узлы, которые трудно визуализируются сценографически. Компьютерная томография, которая используется при функционных вмешательствах, имеет ряд преимуществ на сценографии. Это, прежде всего, точная локализация, возможность применения на легких и костях, возможность контроля позиций инструментов довольно точной, но самый большой недостаток – это высоколучевая нагрузка. Временные затраты. Мы же занимаем КТ-кабинет, где идет поток больных на диагностику. И слабая визуализация большого числа опухолей за пределами момента введения контрастного вещества. При выполнении функционных вмешательств может использоваться пошаговая методика, когда мы постепенно продвигаемся к очагу, выполняем контрольные сканирования. Основная ее достоинство практически можно не иметь дозу облучения как для себя, так и для пациента. Вот как пример аблации поверхностного очага в легком. Здесь используется пошаговая методика. Но в большинстве случаев используется КТ-флюроскопия, когда мы находимся непосредственно своими руками в гентре и выполняем функционные вмешательства. Ну, самый главный недостаток – высоколучевая нагрузка. Гораздо реже используется магнитно-резонансная томография. Я думаю, практически нигде в наших странах она для интервенционных вмешательств не используется. Но у нее есть огромные достоинства, такие как превосходное мягкотканное разрешение, лучшая визуализация очагов, особенно в мягких тканях, возможные мультипланарные визуализации, мультипараметрические последовательности, вы знаете, Т2 взвешенные, Т1 взвешенные, диффузионно взвешенные, нету радиации, здорово, и также можно комбинировать с другими методами лучевой диагностики. Но чрезвычайно громоздкая процедура, длительное время исследования, мало инструментов, которые могут работать в зоне магнитного поля, и мало персонала, который владеет этими технологиями, и, безусловно, высокая стоимость. Инструменты, конечно, должны быть либо МР-безопасными, либо МР-совместимыми. Все небезопасное оборудование в операционной не размещается, а все, которое совместимо, должно быть тестировано для работы в условиях зоны магнитного излучения. Чаще всего для инструментов используются титан, углевое волокно, сплав кобальта и хрома. Но это очень редкие инструменты. Ну и вот смотрите, есть ряд последований, которые могут использоваться как для контроля наведения иглы, как наблюдение за температурным изменением, за ледяным шаром во время криоблации и оценки постоблационных изменений. Ну вот как это выглядит. Видите, в двух плоскостях можно контролировать именно в реальном времени продвижение иглы. Вот здесь данная иллюстрация показывает криобрацию при охпах липочки. Кроме продвижения иглы, можно контролировать и выполнение гидродиссекции, и окончательный результат в виде контроля за ледяным шаром для оценки полноты аблации. Вот как выглядит современная процедурная для интернационной МРТ. Видите, есть зоны, где можно размещать совместимое оборудование, где не можно. Не все магнитится, даже ультразвуковой сканер может находиться процедурный, но обязательно его надо привязать к чему-нибудь, на всякий случай. Какие существуют передовые технологии наведения функционных инструментов? Прежде всего, это стереотоксическое наведение игл или электродов для аблации. Идет это все уже с нулевых годов работы Рета Бали из Инсбрука, который использовал нейронавигационную станцию для выполнения аблации на печень. Они достигли больших успехов при аблации крупных узлов. Мы также применили эту технологию, но попроще. Вот нейронавигационная станция нейрохирургическая, видите, выполняли под контролем 3D-навигации аблацию и винильной назальной ангиофибромы в носоглотке. Постепенно вот эти нейрохирургические наработки заставили производителей делать системы, которые адаптированы именно к применению в онкологии на аблации при опухолях органов грудной клетки и брюшной полости. Вот два примера. Это используется технология электромагнитной навигации, как в системе IMAGTIS. Это уже GE, раньше была отдельная фирма. Как это выполняется? Устанавливается электромагнитный сенсор на пациента, производится КТ-сканирование и трансфер данных на рабочую станцию идет. Выбирается траектория точки входа, видите, специальным направителем таким для иглы. Когда мы наметили точку входа, направитель позволяет выбирать траекторию, по которой нам производить аблацию. И вот таким простым движением достигается эта цель. Единственное, в этих всех навигационных станциях обязательно повторное КТ-сканирование идет. Следующий пример. Это очень сейчас широко пропагандируется. На Западе навигационная система так называемой качественной аблации CAS1IA швейцарского производства. Она разработана именно для аблации. Здесь идет навигация как в 2D и в 3D. Позволяет производить фьюжн, слияние для невидимых очагов. И заложено в эту программу расчеты для большинства известных устройств для аблации. Как радиочастоты, так и микроволновой, крио. И даже этой необратимой электропорации. Вот такая сложная картинка получается. Видите, разные какие-то цвета. Но как это производится? Здесь идет оптическая навигация. Как в нейрохирургических станциях. Немножко дергается видео, но ничего. Ставятся на кожу пациента оптические метки, по которым производится калибрация изображения. Можно выбрать очаг, вот именно таким тачскрином. Наметить точку входа. Видите, реконструкции довольно в различных режимах. Определить зону безопасную. Это safety margin, так называемый. Производится сначала симуляция. Когда намечен вход, произведена симуляция. Далее выполняется наведение с помощью вот такой гибкой направителя гибкого. Точка входа у нас уже намечена. Выбираем угол и совмещаем прямо как в тире нашу позицию инструмента. Когда все готово, когда вот эти метки совпали, после этого производится уже собственно функция с помощью инструмента для биопсии или для электрода для аблации вводится. В данном случае антенна для микроволновой аблации. Но обязательно контрольное сканирование, которое позволяет определить, хорошо ли мы вошли. Без этого пока никуда. Ну и соответственно после проведения аблации оценка результатов, верификации. Это тоже не все. Сейчас существует ангиокт. Это где полноценный компьютерный томограф в рентгеноперационной присутствует. Вот в Минске один такой установлен. У нее есть ряд достоинств, которые вот многие адепты этого метода ставят выше, чем ПДКТ, которая посвящена этой конференции. Таким образом, грамотно и эффективно использована технология лучевой визуализации. Это залог успеха и безопасности интернационно-радиологических операций. В современной интернационной онкологии мы используем почти все методы, которые существуют. Многие из задач интернационной онкологии решаются применением ПДКТ. Эта технология доступна практически на всех имеющихся современных ангиографических аппаратах. Спасибо. Продолжение следует...